Хорошо, господин Сефелян, вот так надеяться на Америку, а если потом Россия уйдет, а Штаты ничего не сделают, что будет в этом случае? Сперва мы не надеемся на Америку. Для начала я много раз сказал, что инициатива должна исходить от нас, а не от нее. Если инициатива исходит от нас, значит мы надеемся на себя. Когда мы выступаем с инициативой и закладываем основу для нашего государства, в данном случае у нас одна просьба к нашим вероятным союзникам. При помощи их политических средств обеспечить паузу. Время, чтобы армянский народ за этот короткий промежуток времени смог набраться сил. Воспитанием Азербайджана займемся мы. Но для этого воспитания перед нами стоит задача по организации нашего потенциала. Мы не говорим, чтобы Запад сражался вместо нас. Мы будем воевать и бороться. Сколько бы большая часть нашего народа сегодня не боялась войны, они должны понять, пока мы не будем сражаться, мы не придем к какому-либо результату. Однако, как я сказал, наша просьба одна, чтобы Запад определенное время был в регионе в роли сдерживающей силы, чтобы мы смогли набраться сил. После этого мы покажем, кто такой Алиев и как будет решаться арсавский вопрос, со стрельбой или без. Но сначала мы должны создать эту силу. Чего вы ожидаете без создания силы? Слова ничего не стоят без кулака на земле. Если бы украинцы сегодня не сражались, они не получили бы какой-либо помощи. Государство создается кровью на основе жертв. Оно не падает с неба в качестве подарка. 30 лет, как мы упустили эту возможность. Сейчас мы стоим перед такой возможностью. Мы должны осознавать это. Повторяю, мы будем защищать нашу страну. Однако наши союзники могут создать геополитические условия в сфере безопасности, чтобы армянский народ набрался сил, чтобы потом суметь взять под защиту свою страну. Вот, это логика. Кто говорит, что мы ничего не хотим, не хотим чьей-либо помощи? Дорогой народ, это абсурд. 40 миллионов украинок без помощи от мира не смогла бы сопротивляться. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.